Василиса Щербинца Как ей избавиться от повышенного внимания криминалитета? Тем более, что внимание это в последнее время стало просто угрожающим. А после того, как Василиса обнаружила на своей кухне труп, жизнь ее повисла на волоске. Татьяна Полякова «Чудо в пушистых перьях» Моему сыну Родиону в день 18-летия Не ищи в жизни подвигов, они тебя сами найдут. Ступенька стремительно приближалась к моей физиономии. Я слабо охнула и выставила руки перед собой. Это единственное, что я могла сделать в данной ситуации. Локти вывернулись в разные стороны, глаза сошлись у переносицы, а нос коснулся ступеньки лестницы. Но без особого для меня ущерба. Я невнятно произнесла что-то в высшей степени неприличное и попробовала приподняться, уцепившись рукой за перила. Подъем я осуществляла поэтапно и для начала села, вцепившись все в те же перила. Закрыв один глаз и причурив другой, я смогла различить стену напротив с надписью на ней «Оля Дура», а чуть ниже «Витя Козел». И с тоской вздохнула. Выходит, я еще в районе первого этажа. До квартиры оставалось два пролета. В моем теперешнем состоянии путь практически непреодолимый. Однако ночевать на лестнице я тоже не могу. Надо собраться с силами и подняться. Слабо постановая, держась за перила, я поднялась, но тут же поняла, что это была плохая идея. Мое туловище, независимо от меня, начало вращаться, я выдала еще что-то неприличное и поспешно приземлилась на четвереньки. Туловище сразу стало легче. И голове тоже. Выбирать не приходилось, и я начала подъем, медленно переставляя руки и ноги и приговаривая. Ничего, глаза страшатся, руки делают, дойдем, должны дойти. Таким образом я достигла лестничной клетки и ненадолго прилегла. Мысли начали путаться, клонила в сон. Я сказала себе, позади Москва отступать некуда. Так обычно приговаривал Папуля, открывая третью бутылку. Я подумала, что Папуля прав. Пьянство — это вам не фунт изюма. Пьянство — это судьба. Если хотите, крест. И его надо как-то нести. То есть доволочь хотя бы до своей квартиры. Я вновь начала подъем, счастливо улыбаясь, потому что отсюда уже была видна дверь моей квартиры. Но тут над головой что-то хлопнуло, а буквально через секунду в нос мне уперло что-то влажное и теплое. Я скосила глаза и увидела перед собой лохматую морду. Слабо охнуло. Кто-то жалобно заскулил над самым моим ухом, и я сообразила, что передо мной соседский пес Келли. Я очень смутилась, потому что где Келли, там и его хозяин — Сашка Осипов. А являться его очам в том виде, в котором я пребывала в настоящий момент, мне очень не хотелось. Слезы навернулись на глаза, когда я услышала Сашкин голос. — Василиса, ты чего здесь? Потеряла что-нибудь? — Ага, — жалобно кивнула я и мысленно прошипела. — Немедленно, слышишь, немедленно поднимись, четверенек. Но не тут-то было. Я это поняла сразу, а Сашка чуть позднее. Он наклонился ко мне, присвистнул и заявил. — Ничего себе! Ты где ж так налезалась? — Юбилей, — пробормотала я. — Двадцать пять лет. — Тебе? — удивился он. — Ня. — отчаянно замотала я головой, потому что считала себя значительно моложе. — Подруги. — Вот оно что. Чего же не проводил никто? — Проводил. С третьей попытки произнесла я. Он у подъезда лежит. Не наступи, когда будешь выходить. — Понятно. — хихикнул Сашка и поднял меня, подхватив под локти. Я благодарно прильнула к его плечу и ненадолго затихла. — Давай потихоньку. Подняла ножку. — Опустила. — Хорошо получается. — Приговаривал Сашка, направляясь со мной к двери квартиры. Теперь на моих глазах выступили слезы благодарности. Сашка мне нравился. Уже семь месяцев. До этого я обращала мало внимания на соседа. А тут как-то у него Келли заболел. И Сашка обратился ко мне. Потому что я ветеринар. Я заглядывала к ним по вечерам. Сделать Келли укол. Ну и с Сашкой чаю выпить. А потом он пригласил меня в ресторан. Потому что деньги за лечение пса я брать отказывалась. Мы ведь соседи. И к Келли я испытывала самые нежные чувства. Вернувшись из ресторана, мы обнаружили возле Сашкиной двери рыжую девицу с очень злющим лицом. И хоть потом Сашка говорил, что рыжая пройденный этап, к тому же не любит собак, но я не поверила и по вечерам к нему больше не заглядывала. Когда же сосед наведывался ко мне, торопилась избавиться от него под любым благовидным предлогом. Потому что неоднократно видела, как рыжая выходит из нашего подъезда. Я считала Сашку вруном и бабником. Хотя он мне от этого меньше нравиться не перестал. Но я сама себе рекомендовала держаться от него подальше. И держалась. И вдруг такая незадача. Надо было нарваться на него, когда я в таком состоянии. И добро бы я этим делом злоупотребляла. Не-не, я вообще пью редко. И, как правило, только пиво. А сегодня я так отчаянно напилась исключительно из-за галлюцинации.